В этом году летний досуг у школьников самый разнообразный. Еще перед началом каникул мэр распорядился организовать для детей все возможные формы отдыха. До начала нового учебного года по всему Большому Сочи будут работать как летние площадки, так называемые дворовые, так и туристические лагеря. На данный момент дневные лагеря при учреждениях образования посещают 9 тысяч городских школьников. Более тысячи подростков выбрали лагерь труда и отдыха, а в многодневные походы пошли две тысячи ребят. Туристический лагерь принял детей в Кичмае, а в окрестностях села Красная Воля обосновался военно-патриотический клуб «Гренадер». Юные гренадеры на военно-полевых сборах проведут 20 дней. Сюда попали самые выносливые воспитанники клуба. Всего 60 человек, ровно половина. Такие вылазки отмечают инструкторы, полезны в том числе и ради практики. Здесь, в лесной полосе, в армейских условиях у ребят есть возможность проявить себя, закрепить теоретические знания. Программа включает в себя основы пограничной службы, начальную военную, общефизическую и строевую подготовку. Изучают школьники и рукопашный бой, оттачивают мастерство владения оружием. У клуба «Гренадер» одна задача – воспитать настоящего мужчину, защитника своего отечества. 11-классник Вадим – один из тех, с кого берут пример. У младших товарищей он даже ведет отдельный предмет – пограничное следопытство. Учит ребят искать нарушителя по контрольно-следовательной полосе. Сам же, помимо главной задачи – подготовки службы к армии, поставил перед собой цель научиться жить в коллективе. В будущем также жить в коллективе дружно надо уметь. Планирую своих детей тоже сюда дать, чтобы воспитали хороших мужчин, защитников нашей Родины. Есть в этой лагерной смене еще один примерный боец. И если бы не русая коса за спиной, мало бы кто понял, что все эти сложные упражнения выполняет девушка. «Гренадер» ее привело увлечение рукопашным боем. «Баблажек никаких нет, все наравне, наказание тоже наравне. На «Красную волю» уже второй год, все очень нравится. Чувствую, что по мне, что нашла свое дело». «Гренадер» – клуб пограничного профиля. Поэтому на соревнованиях ребята борются за один трофей – зеленый берет. Чтобы одеть головной убор пограничника, недостаточно пройти полосу препятствий. Здесь важно соблюдать и дисциплину, а еще быть чистым и опрятным. Это немаловажно для солдата, отмечают инструкторы. «Я прекрасно даю себе отчет, что многоэтажный дом я сдвинуть с места на полметра не смогу. Мы задаем направление. К сожалению, за 20 дней сборов сделать из обычного среднестатистического подростка бойца невозможно. Мы задаем направление, а вот результат мы будем видеть тогда, когда эти ребята пойдут в армию или станут папами. Вот тогда результат будет явно виден. К счастью, мы такие моменты уже видим. Наши воспитанники отдают своих деток сюда, в наш клуб. Наши воспитанники работают в системе и образования, и в системе Министерства обороны». Прививать детям чувство порядочности и товарищества помогает и духовный наставник. В лагере регулярно приезжает православный священник. Посмотреть же на условия, в которых 20 дней живут и начальник управления образования. Ольга Медведева пешком прошла больше километра лесной тропы. «По поручению главы в городе Сочи у каждого учащегося заведен паспорт летней занятости. В этом паспорте отмечено, чем ребенок занимается все три месяца лета. Думаю, что это лето пройдет для детей незабываемо. И с новыми силами отдохнувшие, побывавшие под новым небом, как говорят, они вернутся в школу и будут замечательно учиться». Организовать отдых с пользой – это и была задача городского руководства. Итоги работы в этом направлении подведут на расширенном совещании в сентябре.